Всем привет, это Скринкасты, меня зовут Оля, я ведущий UX-дизайнер в Pixonic. В прошлом видео моя сестра Алина рассказывала, как создать автоверстальщик из Figma в Unity, а я расскажу, как организовать проект Figma для того, чтобы он корректно верстался с помощью этого автоверстальщика. Как вы знаете, в Unity верстка немного устроена не так, как в верстке веб-интерфейсов. Верстка в Unity происходит внутри графического редактора, внутри самого движка Unity без использования кода или почти без него. Процесс верстки довольно ручной рутиной, поэтому его можно автоматизировать и избавиться от такого ручного переноса значений из макета в движок. Об этом уже рассказала Алина, а я сейчас расскажу, как подготовить макеты к этой автоверстке. Понятно, что когда верстает специалист, дизайнеру не обязательно вникать в какие-то подробности верстки, потому что верстальщик отлично умеет находить вот эти вот проблемные места в макете и как-то оптимизировать вот эти вот интерфейсы для движка. Автоверстальщик, к сожалению, не способен самостоятельно обработать какие-то корнер-кейсы, поэтому приходится придерживаться ряда правил, о которых я сейчас расскажу. Их также можно придерживаться в случае, если вы хотите как-то облегчить жизнь своему верстальщику. Попробуем разобраться на примере. Предположим, у нас есть какой-то экран. Сейчас я расскажу о некоторых правилах, которых стоит придерживаться при дизайне такого макета. Первое, наверное, это правило не использовать какие-то кастомные наложения, потому что как минимум для этого нужно будет привлекать не только верстальщика, но и разработчика. Но даже если мы найдем такого человека, который сможет нам написать шейдер для таких наложений, это будет дополнительная нагрузка на производительность девайса. Посмотрим на примере. У нас здесь есть две заливочки на кнопке, одна из которых с нормальным наложением, а вторая, как мы видим, используется с оверлеем. Это как раз не есть хорошо. Лучше сразу все градиенты и цвета запекать в один спрайт и переиспользовать его в асетах юнити. Также с осторожностью стоит использовать такие штуки, как матовое стекло, тени, различные сложные обводочки, двойные обводочки, а также черные обводочки и сразу сливать их в какой-то один спрайт. Тут же хочу добавить, что несколько разных заливок на одном слое, даже с разной какой-то альфой можно использовать, автористальщик умеет смешивать эти цвета и хорошо с ними справляется. Следующая рекомендация — не использовать глубокую вложенность. Во-первых, в ней сложно будет разобраться с другим вашим коллегам, если там какая-то очень сложная запутанная иерархия, то это не очень хорошо. Помимо этого, это также будет дополнительной нагрузкой на производительность за счет того, что на экране будет много геймобджектов, поэтому постарайтесь минимизировать, как на примере, глубину вот этой вложенности, например, раскрашивая фреймы вместо добавления фонового слоя внутри вот этого фрейма. Здесь мы видим, что у слоя есть какой-то определенный фончик дополнительным слоем, а на примере справа, собственно, раскрашен сам фрейм, что позволяет избавиться от дополнительного такого бэкграунда. Помимо этого, не стоит также оборачивать какие-то элементы дополнительно в фреймы, если это функционально не обязательно. Кроме этого, стоит минимизировать количество слоев на экранах. В этом случае влияние на производительность можно объяснить с помощью overdraw. Это когда один пиксель прорисовывается столько раз, сколько слоев на нем висит. Условно, чем больше слоев на пикселе, тем хуже. Слой отрисовывается даже в том случае, если он абсолютно прозрачный, то есть с нулевой альфой, или даже если он находится за каким-то слоем, который абсолютно непрозрачный, то есть его даже не видно, то он все равно отрисовывается. При этом, если у нас есть какой-то большой баннер, то если его можно оптимизировать по памяти, то есть заливать не целой вот такой картинкой большой, а разделить на какие-то дробные ассеты, то лучше пригляднуть к этому, то есть нужно находить такой вот некий баланс между производительностью и объемами памяти, которые мы задействуем в ассетах. Следующий совет – минимизировать использование масок, особенно там, где это не особо нужно. Например, как на примере, то есть у нас здесь есть отдельная картиночка, которая обрезается по маске. То есть мы видим, она квадратная, мы сделаем масочку на то, чтобы она стала круглой. В этом случае дизайнеру стоит сразу запечь маску в изображение и заливать ассеты, уже обрезанные, вместо того, чтобы использовать маску. Потому как маски тоже влияют на все слои, лежащие внутри по иерархии и влияют на производительность. Однако маски тоже можно использовать, их следовательно использовать в том случае, если используется какой-то скролл или анимации. Однако, если элементы статичные, то лучше забечь их в сам спрайт. Про правила дизайна поговорили. Теперь подробнее разберем, как устроить сам макет и структуру проекта в Figma, которая подойдет вот как раз для верстки и автоверстки под именно Unity. У Figma и Unity есть очень много похожих моментов. Сейчас я расскажу, как их можно использовать для упрощения верстки. Во-первых, префабы в Unity и компоненты Figma — это довольно похожие штуки, однако у них есть различия. В том, что варианты префабов немного отличаются от вариантов Figma. Варианты Figma могут быть абсолютно разными. При этом варианты в Unity наследуются от родительского префаба и наследуют их структуру и иерархию. Однако, в них можно менять какой-то текст, цвета и какие-то другие свойства. Давайте попробуем построить такую же систему в Figma. Для этого мы берем какой-то компонент, который мы будем использовать в своем дизайне и делаем его родительским. Каким образом? Мы убираем его из библиотеки, комментируем нижним подчеркиваем название. Мы его использовать непосредственно в дизайне не будем. Мы создаем два инстанса, которые впоследствии станут вариантами. Вот создали два инстанса и изменяем их так, чтобы они были разными, как нам хотелось бы. То есть мы хотим одну кнопочку, допустим, синенькую, а другую — красненькую. Раскрашиваем одну кнопочку в красненькую. Вот у нас получилось два инстанса одного компонента. Теперь мы можем создать из них компонент с свойством варианта. Таким образом, все наши варианты наследуются от одного компонента, как варианты от prefab в Unity. То есть они имеют ту же структуру и иерархию, что и родительский компонент, при этом являются вариантами. Это хорошо еще и потому, что если мы, допустим, в какой-то момент захотим добавить иконку во все наши варианты кнопок, мы можем просто добавить ее в родительский компонент, и она также будет добавлена в ее варианты, что мы сейчас видим на экране. Также в Unity и в Figma есть горизонтальные и вертикальные группы, однако в Figma они называются автолайутами. Это тоже поможет при автоверстке тем, что, например, как на макете сейчас, можно будет добавлять разное количество кнопочек и увеличивать, там, ресайзить какие-то элементы по определенным правилам, которые есть уже в Unity и также поддерживаются в Figma. Но и это еще не все. Как Figma, так и Unity имеют свои собственные инструменты адаптивности. В Unity это называется анкорами, а в Figma это называется констранентами. Собственно, если расставить констраненты в макете Figma, то автористальщик сможет учесть их в верстке, и ваша итоговая верстка будет корректно растягиваться под разные разрешения экрана. Вот мы видим, мы здесь уже расставили констраненты, и все корректно тянется. На этом все, это были скринкасты, всем спасибо, всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки, мир у мир!